У гомельчан и гостей города появилась возможность ближе познайомиться с богатой и самобытной культурой Кореи и докрануться до ее традиции. У кинотеатра «Мир» проходят дни корейского кино. Какие фильмы подрихтовали для киноматоров, доведилась Марина Джалая. Это третий сезон корейского кино у Гомеля. В прошлые разы фильмы пришли до спадоба гомельчанам. У заля не было свободных мест. На этот раз знакомство с корейской культурой начинается сразу в фойе кинотеатра «Мир». Хучит шароная музыка, демонструються ролики об самобытных звычаях этой краины. Размешана экспозиция живопису. А кроме того, тут проставлена выстава национальных лялек и фото с дымков. Что до киностужек, то на этот раз киноаматрам пропоновали три сучасные корейские фильмы. Розные патематицы и жанрах, которые завоевали поспех глядачу не только на родиме, а и далеко за ее межами. Сегодня глядачы увидят семейную комедию самая звычайная пара режиссера Али Дока. А завтра кинофестиваль завершит драматичная комедия «Кинджу», над которой працавал знакомитый режиссер Джан Лу. У выходной киносеансы свободны. Початок – в 18-й године. Корейское киноискусство действительно славится особой вдумчивостью, особой трогательностью, проникновенностью. Это особый жанр в системе мирового кинематографа. А кроме того, подчас открытия фестиваля представники улады Гомельской области обменялись думками на кон шляху дальнейшего развития супрасовництва помеж нашим регионам и Республикой Кореи. Это новые суместные проекты, ожитивление которых будет экономично выгодно обо двум бокам. Например, будовництва дорог. Я съездил в свободную экономическую зону и там увидел различные возможности для нашего двустороннего сотрудничества. Также есть совместный проект по реконструкции автомагистрали М-10. Планируется участие корейской крупной компании. Если это случится, то это привлечет расширение нашего экономического сотрудничества. Подчас урочистой церемонии открытия фестиваля Ким Йонг Хо выказал удерженность за предоставление для кинопоказов такого сучасного кинотеатра. А свой первый визит у Гомель назвал одним из самых счастливых моментов в жизни.